В 2019 году это будет дотиная составляет... Здесь кинжена, синичной прямой, ремонт кламм. В Сноярске прибыла новая... Сейчас площадь этого парка составляет 60 лет. И решительный линдик вынесли в городской прокуратуре. Стоит будет считать практически бесконечный парк от иллюминатов. В этой сцене и суббольный поединок на двухкрасноярском университете зоопарк. Привезли амурскую тегрессию, у неё необычные... Экологи терпуют фиксировать загрязнение воздуха с помощью квадрокоптера. Состав на этот сезон представили на сцене о новичках... ...з морского порта Дудинки в далёкий Египет отправили первую партию в Сибирск... ...и демонтировали памятник преддворнику за последствий. Как только договор с рециклинговой компанией будет заключён... ...сибирска, обещают в городе не ставить... ...бесмотря на то, что за Норильском закрепился миф о том, что снег там практически не появится... ...затянули укрытым материалом к ремонтным работам в результате... ...с каких-то городах занимается... Новости с Ксенией Митрофановой Здравствуйте, это Несей новости в студии Ксении Митрофановой. Вначале коротко главные темы выпуска. Соседи в шоке. Следователи ищут причину. Молодая красноярка убила трёхлетнего сына и покончила с собой. Врага надо знать в лицо. Как распознать коварный коронавирус и готовы ли больницы к поступлению таких пациентов. Новая серия проекта «Собачье дело». Сегодня разберёмся, почему поголовье животных растёт, несмотря на отлов и стерилизацию. Морозно и очень ветрено. Уже в четверг по всему краю ожидается понижение температуры и метель. Надолго ли? А на севере края погода наконец-то позволила обустроить зимники. Какие посёлки теперь прочно связаны с большой землёй? Шокирующая история, в которую невероятно трудно поверить. Молодая красноярка убила своего трёхлетнего сына, а затем совершила самоубийство. Их обнаружил отец малыша. Мужчина пришёл навестить ребёнка. На стук в дверь хозяйка квартиры не реагировала. И он решил пробраться внутрь через смежный балкон. В комнате он обнаружил два остывших тела. Эту историю уже сутки обсуждают во дворе на правобережье Красноярска. Местные все как один уверяют. 32-летняя женщина была хорошей матерью и очень любила сына. Соседи до сих пор не могут поверить случившееся. Мама она очень хорошая была. Ну, ничего плохого, ему сами все в шоке, что и как. Что такое сподвигло, бог его знает. Ну, все в шоке. Очень положительная такая, как мама. И как что. Говорят, в субботу только вчера муж обнаружил. Он тут так бегло кричал. Очень любила ребёнка. Очень любила. Может быть, какие-то трудности жизненные, которые получаются сейчас, в данный момент. Может быть, какие-то денежные. В Краевом следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело. На месте происшествия не было обнаружено никаких предсмертных записок. Тем не менее, не исключено, что молодая женщина добровольно ушла из жизни. По словам мужчины, который обнаружил тела, душевное состояние погибшей не вызывало у него никакой тревоги или подозрений. Тем не менее, в ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства. Расследование этой трагедии ещё продолжается. Следователи провели осмотр места происшествия. Обнаружили, что в квартире порядок, личные вещи не тронуты. Причина смерти предварительная и матери, и ребёнка. Асфиксия. По одной из версий следствия, женщина сначала лишила жизни ребёнка, а затем сама свела счёты с жизнью. Тревожные новости. Западные части России в Воронеже госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Это опасные заболевания, последствия которого могут быть летальными. Слишком быстро распространяется по планете. В Красноярском крае, как и по всей стране, прошли оперативные штабы. Что нужно сделать, чтобы обезопасить регион? Евгения Шелковникова узнавала, как готовят больницы и врачей, какое специальное оборудование ждёт своего часа в Эмельяновской ЦРБ, и что массово скупает население в аптеках. Эти кадры, снятые во дворе обычной воронежской многоэтажки, впечатлили всю страну. Бригада скорой помощи в инопланетных костюмах вывозит из подъезда герметичный бокс с пациентом. Позже врачи рассказали у двух жителей подозрения на коронавирус. После череды анализов диагноз не подтвердился, но во всех регионах, в том числе и в нашем крае, обеспечены меры повышенной готовности. В этот план были включены мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи, по обеспечению необходимым оборудованием, средствами дезинфекции, медицинскими препаратами. Основными пунктами госпитализации, госпитальной базой является для взрослых, это больница скорой медицинской помощи имени Карповича, а для детского населения это краевая детская больница номер один. В Емельяновской районной больнице, которая ближе всего находится к международному аэропорту, стопроцентная готовность. В отделении скорой помощи на случай ЧП хранятся герметичные носилки для особо опасных пациентов. Манипуляции проводятся в носилках. Вы видите, для этого специально герметичные перчатки. Для того, чтобы вовнутрь подать препарат или, допустим, катетер или еще что-то специальное, замок, застежка, водонепропускаемая, сюда он кладется, здесь закрывается. Для врачей, которые могут контактировать с коронавирусом, тоже особая форма. Медперсонал, который отправляется на вызов пациенту с особо опасной инфекцией, в обязательном порядке надевает вот такой вот костюм. Он полностью герметичен и защищает врача от любых рисков. В противогаз монтирован антибактериальный фильтр, который предотвращает попадание любой инфекции через легкие в организм. Врачи дают рекомендации населению, как обезопасить себя и своих близких. Самостоятельно этот вирус вычислить невозможно. Его симптомы идентичны с обыкновенными простудными заболеваниями. Главный совет специалистов не стоит рисковать и ездить в очаги распространения болезни. В первую очередь это Китай. Не следует контактировать с человеком, недавно вернувшимся из путешествия в эту страну, если у него наблюдаются, например, лихорадка, температура, заложенность носа, сухой кашель. Более того, заболевшим нужно незамедлительно сообщить врачам. А вот хаотично скупать противовирусные препараты не стоит, говорят эксперты. Несмотря на это, за минувшие сутки в аптеках произошел резкий всплеск продаж медицинских масок и лекарств. Это неправильно, некорректно. То есть это просто нагнетание ажиотажа, повышение товарооборота за счет такой ситуации непростой. То есть аптечный ассортимент не особо актуален в этом плане. На оперативном собрании Санитарной противоэпидемической комиссии края подчеркивают, пока случаев выявления коронавируса в Красноярском крае нет. И поводов для паники тоже. Евгения Шелковникова, Александр Ермошенко, Енисей. Новости. Как опасный китайский вирус за последние две недели повлиял на туристический рынок? Есть ли возможность сейчас улететь на отдых в Китай? И какую альтернативу предлагают турфирмы? Об этом речь пойдет в программе интервью. Сегодня гость студии, исполнительный директор туристического бюро Наталья Белобородова. Не пропустите. Депутаты законодательного собрания края проверили, как идет строительство подземной лаборатории по исследованию радиоактивных отходов. Работы идут возле Железногорска и пока техника только на поверхности. Но уже скоро ее опустят под землю. Чем именно будут заниматься ученые в этой лаборатории, рассказали представители руководства Росатома. Росатома. Об этом в нашем следующем репортаже. В Нижниканском массиве под Железногорском сейчас работы идут только на поверхности. Возводят технологические здания и огораживают территорию. Уходить под землю планируют начать только через год. Именно там и развернется основная стройка. Нижниканский массив по сути своей громадная глыба. Монолит с размерами 2 километра по периметру и 2 в глубину. При этом он крепче гранита на 20%. Именно из-за такой прочности здесь решили строить подземную лабораторию. Она представляет из себя три вертикальных шахты глубиной 500 метров, которые внизу соединены переходами. Именно в такой гранитной толще планируют проводить исследования по обращению с радиоактивными отходами. При этом будут учитывать самые передовые отечественные и зарубежные технологии. С коллегами за рубежом общаемся. Это широко обсуждается, потому что проблема радиоактивных отходов, она, естественно, для всех стран актуальна. Поэтому здесь никаких-то, условно, коммерческих тайн не существует. Строительство лаборатории по плану должно закончиться через 6 лет. Еще 5 на ней будут проводиться научные опыты. И только потом будет поставлен вопрос, создавать ли на ее базе хранилище радиоактивных отходов. Мы задаем всегда вопрос о том, как будут учитываться интересы жителей, будут ли общественные слушания. Я думаю, не думаю, а точно по федеральному законодательству, когда будет приниматься решение, будут дополнительные общественные слушания. И мы все вместе будем принимать решение. Будем строить здесь захоронения, либо не будем. Сроков проведения общественных слушаний пока еще нет. Во всяком случае, специалисты Росатома заверяют, что радиоактивные отходы на эту площадку могут быть завезены не раньше, чем через 11 лет. Вячеслав Власенко, Алексей Овсянников, Енисей. Новости. Резкое похолодание ждет красноярцев уже в четверг. Из-за движения атмосферных фронтов усилился ветер. Днем синоптики прогнозируют похолодание с минус 2 до минус 14. В ночь на пятницу будет уже 25 градусов мороза. А в светлое время суток около минус 20. Такая погода установится в центральных и южных районах края. При этом, несмотря на похолодание, временами возможен снег. Новые венки и погода только сейчас, в конце января, позволила наморозить зимники и ледовые переправы. А без них некоторые поселки были словно в снежном плену. На севере, как и по всему краю, выдалась аномально теплая зима. Как справляются с этой ситуацией местные дорожники, расскажем в следующем сюжете. Вот так венкийские дорожники наращивают лед на зимники. С помощью мотопомпы перекачивают воду на поверхность. Чтобы без опаски пускать грузовики, толщина покрова должна быть не менее 60 сантиметров. Мы специально проезжаем от начала до конца трассы. Через каждые 50-100 метров производим замеры толщины льда. Мы забор воды производим, пропиливаем прорубь, вода поднимается, мы рукав вставляем туда и всё. То есть она начинает закачку воды. В холодное время года зимники для Эвенкии – это дороги жизни. Общая их протяженность более 4000 километров. По ним доставляют топливо, стройматериалы и продукты в отдалённые посёлки. Некоторые места, несмотря на старания дорожников, остаются непроходимыми. Слишком тёплая выдалась зима. Морозы за 50 были только на самом севере Эвенкии. А в центральной части, в районе Байкиты и Вановары, даже минус 30 не было. Как следствие, по льду не могут провести даже технику для прокладки дорог. Вот сейчас на кислокан Югта, вот там возле Югты у нас провалялся трактор, вытащили. Сейчас лёд тонкий, никак не могут дойти они. А так по всем, на Исеи, на Эконду, везде отряды работают. Несмотря на все трудности, эвенкийские дорожники уверены, благодаря их усилиям зимники продержатся как минимум до апреля. А вот дальше всё снова будет зависеть от погоды. Сергей Сеславин, Енисей. Новости. По материалам эвенкийской телекомпании «Хэглен». Перегородил трассу наглухо. Под Красноярском бензовоз собрал несколько легковушек. Подробности через пару минут. Друзья, у кого-то сдают нервы, мы сдаём дома. Предлагаем финальную линейку квартир в уютном доме на Калинино. Дом уже сдан. Однокомнатные и двухкомнатные на выбор. Успейте купить по ценам прошлого года. Менталплюс.ру Вылечить варикоз просто. Без разрезов и боли на современном лазерном оборудовании. Расширенная вена запаивается, а после рассасывается. Приходите в лечебно-здоровительный центр «Натали Бьюти» на Воронова 39Б. Лечим легко и безопасно. Без варикоза жизнь прекрасна. Будь подвижным, энергичным. С гелем-активист. Двигайся легко, свободно. С гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому. На Калинино 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Всё купи. На Калинино 43. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затем пакет поправок представит президент. Предлагается, например, законодательно закрепить социальные гарантии. Ужесточить требования к руководителям высшего уровня. А судей и прокуроров будут назначать не региональные депутаты, а президент. Итоговые изменения в Конституцию. Главный закон страны будут принимать все россияне. Голосование планируется провести в апреле. Важно было услышать народ. Важно было услышать их отношения. Но я думаю, что это же не последняя встреча. В течение всего этого времени до апреля будут различные встречи, где в том числе мы увидим, наверное, и политиков, которых мы будем приглашать, для того, чтобы понять, насколько все мы готовы, и власть в том числе, реализовывать те задачи, которые ставит президент. Вообще цель этих поправок – это действительно перераспределить отчасти полномочия властные в государстве между конституционными органами. То есть существенное усиление Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного Суда. И ряд положений еще будут добавлены в связи с этим. Вот сейчас идет работа над формулированием поправок. То есть тематика есть, и местное самоуправление активно звучало. Звучала тема возможности поменять преамбулу Конституции. Обвиняемые в мошенничестве при продаже квартир на Кантагарской в Красноярске ждут суда. Речь идет о тех, кто продавал помещение в самовольно построенной трехэтажке. По версии следствия, они заключали договоры купли-продажи и оказание услуг по выделению долей. Таким образом, красноярские бизнесмены похитили денег клиентов от продаж 24-х квартир. А это около 20 миллионов рублей. Как сообщают сотрудники ведомства, расследование этого уголовного дела завершено. Материал направлен в суд, наложен арест на земельные участки и автомобиль. Напомню, здание на Кантагарской снесли в прошлом году. Продолжаем наш спецпроект «Собачье дело» о проблеме с бродячими псами в Красноярске. В прошлых материалах мы рассказывали о том, как горожане недовольны огромным количеством собак, заполонивших улицы. И сегодня Мария Антюшева расскажет, почему поголовье животных растет, несмотря на отлов и стерилизацию. Так выглядит довольно типичная стройка в Солнечном. Железный забор, а у калитки мохнатая стая. Всем известно, без собачек на стройках никогда не обходится. Что будет с хвостатыми, когда объект сдадут, тоже, к сожалению, давно известно. Вот стройка была, тут было не закрыто. На стройке жили там их, вот они никуда не убегали со стройки. А сейчас стройку закрыли, забор поставили, они же видят, что люди-то там не ходят, никто их нет. Они вот здесь теперь тусуются. На стройках очень много животных, потому что сторожи заводят этих собак, никто их не стерилизует. Они точно так же кладятся, стройка заканчивается, собаки остаются. Не меньше проблем приносят всевозможные базы, склады, мастерские, промзоны, да любые охраняемые объекты. Вот тут городок. Зачем стеречь объект самому, когда можно развести лающую стаю? То, что псы потом разбегутся по всей округе, это проблема самой округи. Эти кадры сняты в дачном массиве в районе улицы Парашютная, жители которой регулярно жалуются на обилие бродячих животных. Если пройти по поселку, то свободно гуляющих домашних псов можно встретить на каждом шагу. И тут же бегает вот такая кормящая беспризорница. Кто подарил ей потомство, уличный кобель или хозяйский, бог знает. Но щенки явно пополнят армию бездомных. Специалисты по отлову уже давно бьют тревогу по этому поводу. Часто в очень частном секторе у нас любители выпускать своих чечковых стук, кобелей в гоне. Просто выпускать, а пусть побегают. Вот наши, когда приезжают на отлов, они видят чечкового сука, да? Когда не видят домашние кобели, домашние, с цепями, палатками, мошенниками. Нужно работать с людьми, нужно учить школам ходить, нужно нам с вами доносить до людей, что это неправильно. И если бы только это. Некоторые привязывают собак на даче на всю зиму и приезжают покормить от случая к случаю. Если такая, озверев от голода, сорвется с цепи, что будет? А так и случилось прошлой весной в СНТ «Солнечный» в Ленинском районе. Там 9-летний мальчик шел домой из школы, а попал на операционный стол. Посмотрите, сколько на даче собак. Это же ужас один. Привозят, вот они летом там охраняют, а потом они оставляют. Вот тебе и бродячие собаки получаются. Ну сколько раз я видел. Я сам жил в частном секторе. Ну а щенилось, они взяли всех щенят, выкинули, а они потом вот так растут и начинают бродить. Впрочем, нельзя все валить на частный сектор. Жители квартир тоже охотно вносят свою лепту. То есть они берут животное, наигрались. Прошла мода на собаку. Есть такое понятие, как мода на собак. Недавно была мода на Алабаев. Сейчас сколько этих Алабаев бездомных ходит? Очень много. Была мода на Спаниэли. Сейчас поместные Спаниэли ходят. В общем, люди сами стараются как могут, чтобы проблема с бродячими псами только росла. Что теперь можно сделать с этим, разумеется, в рамках закона, расскажем завтра в следующем материале. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Красноярский аэропорт открывает новые регулярные рейсы. Полеты начнутся уже в марте. В Министерстве здравоохранения утвержден маршрут поезда здоровья на февраль. Подробнее в блоке коротких новостей. Бензовоз столкнулся с легковушками на трассе под Красноярском. Массовая авария произошла в Емельяновском районе возле деревни Сухая. По предварительной информации, навстречу выехал водитель «Шевролей Нива» и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». После этого в Ниву врезался бензовоз. Следом присоединилась и БМВ. В итоге пострадал один из водителей. Разлива топлива не произошло. Добавлю, что после ДТП большой груз перегородил дорогу. Движение было временно ограничено на этом участке. Сейчас трасса открыта. А вот в пригороде Красноярска на правобережье полицейские устроили погоню за водителем. Преследование попало на камеру уличного наблюдения. Сотрудники ДПС заметили подозрительную иномарку и попросили водителя остановиться. Однако тот лишь прибавил скорость и попытался скрыться. Догнав нарушителей с мигалками, инспекторы обнаружили в салоне мужчину и женщину, от которых сильно пахло алкоголем. От эксперт-теста водитель отказался. Из Красноярского аэропорта запустят дополнительные рейсы. В Краевом министерстве транспорта перечень уже утвержден. Наш городской аэропорт станет базой для транспортного хаба уже в марте. Это огромный плюс, говорят специалисты. Пассажиры смогут летать напрямую в крупные города России. Воздушные суда по уже существующим рейсам будут отправляться, например, в Сочи 5 раз в неделю, в Екатеринбург 7, в Иркутск 14 раз и в Якутск около 6 раз. Красноярцы водрузили на Южном полюсе флаг Края и знак в честь 175-летия Русского географического общества. Флаг символика юбилея РГО установлен временно, а затем его отправят в Россию. Здесь он будет храниться в столичной штаб-квартире. Организовал международную научную экспедицию в Антроптиду известный шведский ученый Фредерик Паулсен. В Красноярском крае утвердили маршрут поезда здоровья на февраль. Медики побывают на семи станциях в Вачинском, Козульском, Емельяновском, Уярском и Манском районах. Пройти обследование и получить результаты анализов пациенты смогут у хирурга, офтальмолога, эндокринолога, невролога и других специалистов. Чтобы попасть на прием, понадобится паспорт, страховой полис и выписки из медицинских документов. В рамках парламентского контроля детскую больницу в Канске посетил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, член комитета по охране здоровья Государственной Думы Сергей Натаров. Он встретился с главным врачом больницы и оценил текущее состояние медучреждения. Сейчас маленьким пациентам там приходится проходить лечение в стесненных условиях. Старое здание слишком мало и уже не отвечает современным требованиям. Медики своими силами пытаются поддерживать состояние палат и кабинетов, но этого недостаточно. О переезде детского стационара в более подходящее помещение речь идет уже несколько лет. Парламентарий отметил, неплохо было бы и полностью обновить оборудование, его давно не меняли. Оборудование изношено и, конечно же, при переезде в новую больницу хотелось бы, чтобы все диагностические оборудования, все оборудование наркозно-дыхательных аппаратов, реанимационных, все было достаточно высоко требуемым классом для того, чтобы еще на десятилетия заложить эту основу. В Красноярске проверили состояние ледовых городков. Как долго еще они будут работать, расскажем в продолжении выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Памятник Павлу Федирко Одному из руководителей Красноярского края появится в краевой столице. Установить скульптуру планируют в парке 400-летия Красноярска на взлетке. Конкурс уже объявлен, в нем могут принять участие проектные организации, архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы. Преем заявок закончится 1 апреля. Оценивать работу будет жюри, в которое в том числе войдут и члены семьи Павла Федирко. Период, когда он управлял краем, уже назвали эпохой Федирко. Именно тогда появились Театр опера-балета, Театр музыкальной комедии, Дворец пионеров, крупные промышленные предприятия, аэропорт Емельянова, Черемшанка и Октябрьский мост, недавно названный в его честь. Напомню, Павел Стефанович умер в прошлом году. Ему было 87 лет. Красноярская муза в бою. Такая выставка, посвященная 75-летию победы, в Великой Отечественной войне, открылась в Красноярске. Экспозиции расположились на пароходе «Святитель Николай», а представил ее Красноярский краеведческий музей. На выставке можно узнать о выдающихся земляках, артистах и музыкантах, которые своим творчеством помогали воевать с фашистским захватчиком. Посетители смогут увидеть личные вещи этих красноярцев. Например, фронтовые фотографии и награды Михаила Гаденко. Баян – самой юной солистки семейного квартета «Майи Черных», аккордеон, на котором Яков Хаскин аккомпанировал советской певицей Лидии Руслановой. Узнать подробнее об этих людях, о жизни и вкладе в победу можно до 1 апреля. Эта выставка, посвященная этой знаменательной дате Семьи Сибири Победы, первая в городе Красноярске. То есть музей таким вот подарком горожанам наступает вот сегодня. Несмотря на нетипичную для Сибири теплую погоду в январе и большой поток отдыхающих, ледовые городки в Красноярске пока разбирать не будут. Специалисты осмотрели горки и фигуры на театральной площади. Выглядят они, конечно, уже достаточно потертыми. Родители частенько усаживают детей верхом на эти хрупкие скульптуры. Тем не менее, ориентировочно еще две недели городки должны простоять. Так что нужно успевать и по возможности бежать на горки и накататься впрок. Надеемся, что нам обещают синоптики, что погода должна быть уже более отрицательной температурой. Поэтому, дай бог, локации еще сохранятся. А с учетом того, что у нас согласно нашего графика до 16 февраля, в общем-то, они должны стоять, я думаю, что горожане еще смогут покататься на горках и просто наблюдать за теми фигурами, которые у нас тут есть. И на этом наш выпуск завершен. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго, до свидания. С Богом, да? В Северо-Енисейске торжественно открылся обновленный офис Сбербанка. Теперь это просторное помещение с современным оборудованием, комфортной, более открытой зоной обслуживания и широким выбором продуктов банка. Предприниматели могут здесь обслуживать расчетные счета, открывать расчетные счета. Частные лица, абсолютно полный перечень услуг, включающие себя, как получение кредитов, открытие вкладов, возможности использования круглосуточного банкомата и продукты экосистемы, которые мы сейчас активно подключаем. Модернизировалась и зона самообслуживания. Теперь там стоит полнофункциональный банкомат и один платежный терминал, который работает в круглосуточном режиме. Банкомат работает круглосуточно. Это вообще огромнейший плюс, потому что в условиях наших было невозможно иной раз совершить какие-то переводы с интернетом. У нас проблемы, и иногда банкомат единственный выход. Большое внимание представители Сбербанка уделяют людям с ограниченными возможностями. Поэтому на полу для лучшей ориентации установили тактильные плиты. Работу нового офиса оценил и глава Северо-Енисейского района. Здесь произошли разительные изменения. И прежде всего они направлены на то, чтобы улучшить обслуживание населения. Очередей, какие они были раньше, не будет. И люди, естественно, будут сюда тянуться и работать, и вкладывать. В планах Сбербанка и дальше модернизировать офисы. Тем самым предоставлять возможность людям быть современнее, мобильнее и финансово грамотнее. Прогноз погоды на четверг 30 января представляет меховой салон «Шуба Мания» и приглашает всех за новой коллекцией верхней одежды на «Авиаторов 38». Обошли весь свет, а достойной шубы нет? Приходите в меховой салон «Шуба Мания» на «Авиаторов 38». Огромный ассортимент шуб на любой вкус и бюджет. Рассрочка без переплат. «Шуба Мания» – цена шубы забудется, а мечта ваша сбудется. В Туруханском районе на юге Таймыра и Вавенкии облачно, повсеместно пройдет небольшой снег. Ночью от минус 19 до минус 34 градусов. Днем от минус 11 до минус 31. В северной группе районов Красноярского края пасмурно и снежно. Ночная температура от минус 13 до минус 18 градусов. Днем от минус 11 до минус 14. В восточной части региона облачность. Небольшой снег лишь местами. Ночью до минус 19. После полудня до минус 15. В центральных районах Красноярского края пасмурно пройдет небольшой снег. Ночью от минус 12 до минус 18. После полудня минус 16, минус 19. В западной группе преимущественно облачно. Местами с прояснениями и небольшими осадками. Ночью от минус 17 до минус 21 градуса. В светлое время суток от минус 15 до минус 18. На юге Красноярского края облачно. Местами с прояснениями и снегом. Ночью до минус 23. Днем от минус 10 до минус 15. В Красноярске 30 января облачно. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до минус 15. Днем до минус 14 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова